Поэтому здесь культура русская, Севастополь, русский город. Ребята, если вы хотите праздник отметить, не вопрос. Нам еще не хватало танцев сейчас в центре города, вот эти вот, как показывают в Умане, да, как они, что они творят. Давайте еще дадим им добро пройти, или ЛГБТшникам дадим сейчас пройти по центру города, гей-парад устроим. Что такое нафиг? В комментариях сейчас будут писать, что я опять на эмоции вышел, на это. Ребята, а как это без эмоций обсуждать эти вопросы? Когда нам плюют в душу, нас оскорбляют и унижают. Товарищи, добрый день, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Традиционно в серии передач «Родная земля» мы начинаем с девиза «Русские вперед». Русские – это сила, русские вперед, русская земля, родная земля. Ни капли земли, ни сантиметра земли, ни капли воды чужим. Ни одного госакта. Ни одного госакта. Все государственное. Все государственное. Да, хорошо. Это очень хорошо. Сергей Анатольевич, вот вы знаете, что давнишний ролик, я не помню, по-моему, вот с Сергеем Анатольевичем, по-моему, нечаянно мы снимали по поводу миноры. Знаете, да? Что на площади вот так, что была установлена минора. Она, в общем-то, вызвала очень много противоречивых всяких разговоров, вплоть до того, что давайте снесем, одни кричали, другие так говорят, да, пускай стоит, кричали, другие, третьи кричали. Ну так давайте уже как-то, при чем тут они вообще, если им разрешение что-то на это дал. Но вот мы с вами, например, тоже, например, завтра захотим повесить красное знамя на, например, Графской пристани. Мы же должны будем спросить с вами разрешение или не надо спрашивать? Может повесим просто, и пускай висит на постоянной основе. Но я знаю, что у нас не пойму, скажут. Есть руководство города, оно должно с ними согласовать, ну так получается, правильно? А это как бы не санкционировано. Кто-то ждал разрешения установить минору, дал добро. Это фактически одна из красивейших сегодня площадей города-героя Севастополя. Площадь восставших. Что думаете по этому поводу? Но я вопрос не понял. Вопрос как вы считаете? Будем вешать на Графской пристани красное знамя? Да. Будем? Да, знамя победы будет. Без спроса. Перед правительством Севастополя тоже будем вешать. Будем, да? Самая высокая точка Севастополя тоже будем. Сколько там у них минора? 7 метров, да? Если мне памятнение. Ну, я считаю, я сильно не рассматривал. Ну, он писал, что высота этой миноры 7 метров. Поэтому мы поставим, тоже поднимем флаг на высоту 7 метров. И он будет у нас на постоянной основе как победителя. Это знамя победы, это знамя советского народа. Наших отцов, ну, больше дедов и прадедов, да? Поэтому почему мы должны стесняться и это? Относительно минора, вот я уже перехожу, ну, как они заявляют, евреи, о том, что минора и свечи зажгли они в честь победы. В честь какой победы? В честь победы или освобождение от оккупации греко-сирийской, греко-сирийской, да? За 164 года до нашей эры, до новой эры, что? Ну, ребята, подождите. Ну, народ гордится победой. Я-то не против. У каждого народа, у каждого народа должна быть своя гордость. Ну, конечно. Мы не будем никому и не имеем права запрещать. Но теперь давайте поговорим о другом. Я вот крайне возмущен. Нет, даже не возмущен, я оскорблен. Я считаю, что это оскорбление. Я объясняю, чем. Население Севастополя на 23-й год, да, это 81% с копейками русских. Если мне не изменяет память, 14% украинцев, 1% белорусов. Всего? И 3% на всех остальных. То есть это очень-очень маленький-маленький процент. Вы меня извините, а почему? Ну, а дайте эту площадь восставших еще перед МПД. Ну, с вами Нора, свечи. Во-первых, я считаю, что это неуважение. Это их память, их гордость. А нам это что к чему? Мы можем прийти к ним туда. Пусть у себя зажигают во дворе. У них есть синагога, да? Никто не против, хотя тоже. Там комплекс памяти. Вот и комплекс памяти. Пусть поставят, там не вопрос. Ну, а кто дал им разрешение? Вот я вот тоже тут правильно задали мне вопрос. Ну, во-первых, разрешение дали чиновники. Кто конкретно? Ну, кто конкретно? Не без воли губернатора, да? Ну, в общем-то, да. Ну, вот какой-то вопрос. У нас же главное лицо города. И главное, это должностное, высшее должностное лицо города. Это кто? Разважаю? Губернатор? Ну, да. Ну, по закону. Ну, да. Кто на колени остановился перед французами? Ну, это другой вопрос. Подождите, высшее должностное лицо? Ну, да. Минора. Высшее должностное лицо одно и то же? Эти поснимали у нас, снимали мемориальные доски, памятники. Сейчас исторические, вот все, что традиции, историческое и культурное наследие у нас, да? Все похабится, все уничтожается. И все это при высших должностных лицах, при участии их. Может, им кто-то команду такую дает? Павел Евгеньевич, мы уже обсуждали. Я не хочу знать, кто им дает команду. Я что, следователь ФСБ, прокуратура или Совет национальной безопасности? Этим должны заниматься другие. Он на сегодняшний день в Севастополе первое лицо, высшее должностное лицо, которое, согласно уставу города Севастополя, вступая в должность губернатора, принимает присягу, где клянется, клянется, беречь традиции, культурно-историческое наследие, исполнять законы, федеральные законы, конституцию, закон города Севастополя, устав Севастополя, улучшать благосостояние севастопольца. Я это все рассматриваю в совокупности. И мне непонятно отношение многих севастопольцев, пофигистов. Я не хочу извиняться за это слово, потому что у нас слишком много. Ну, можем давать их не пофигистами, а потребителями. Которые вот попутчики, которые, как это, по волне, знаете, какашка плавает по волне. Куда волна, туда эта какашка. У людей меня тоже поражает город-герой Севастополь, город славы, доблести, чести. И в этом городе, вот вы знаете, я, почему вот немного на эмоциях, я считаю, что с 2014 года идет именно понижение значимости патриотизма, унижение этого патриотизма, унижение советского и русского народов, их подвигов. Все, что это делалось. У нас каждый сантиметр в Севастополе пролит кровью. Нашей, нашей кровью, нашего народа, советского народа. У нас вот и концлагеря было, вы знаете, воинокленных, расстреливали, все. И вот это вот, я считаю, что это кочунство. Я это все еще, знаете, вот связку, возьмите, у нас был кинотеатр «Дружба», да? Ой, на Ушакова, извините. На Ушакова, ну сейчас он костел стал. Подождите, но костел-то и был там с 900, если бы не знает памяти, там 904 год или с 900, там 800 каком-то еще хотели. Тогда население Севастополя было всего 3000 человек. 3000 человек населения Севастополя было. И были, и хотели построить 1800, ну в конце там, да, 800 года построить костел. Вот начали строить в 904-м, посогласовали. Там им какой-то князь или граф или кто-то выделил землю. Они потом эту землю продали. Купили новую землю, вот там, где вот сегодня. Начали, утвердили этот костел. И в 911-м году, если мне не изменяет память, этот костел как бы был принят в эксплуатацию, но у него не было крыши. То есть он как костел там не работал. Я не хочу затрагивать их религию, веру людей. Но давайте вопрос в другом обсуждать. Пришла советская власть. Ну да. Это в аренду взяла. Пользовалась. Но не мы его разрушили во время войны. Там 50% от него осталось. Менее, может быть, даже 50% от сооружения осталось. Построил советский народ. Сделали кинотеатр. Приехавшая в Севастополе, по-другому не хочу и даже не собираюсь. Это овсяников этот. С бамбука там спустился или откуда там спустился. Пришел тут. Вертолетный завод отдал. Отдал. Я понимаю, что им там руководили. Ему сказали. Но я не хочу даже знать, кто это говорит. Ну понятно. И взял это сам. Подождите. Вы куда пришли? Севастополь это мой город. Это наш город. Мы здесь хозяева. Мы должны решать. Народ должен решать, что и где должно быть. А в итоге получается. Другой пришел, тут раздает, там вот это вот дает и все остальное делает. Это что такое? Это вызов? Кого евреи победили? Нас победили? Ну там речь идет о... А я, подождите, я трактую так, как я понимаю. Ну понятно. Так как и сегодня мы с вами уже не патриоты. Мы с вами кто сегодня? Мы занимаемся деструктивной деятельностью работы правительства Севастополя. Как они заявили туда в администрацию президента. Ну в основном Бен-Али, да? Который не дает им воровать. А по их понятию он мешает развивать город Севастополь. Поэтому я в праве. На правах хозяина этого города. Я на правах власти. Согласно Конституции 3 статьи. Я власть. А они слуги народа. Не я их слуга. Они мои слуги. Ваши слуги. Наши слуги. Всех. Поэтому вот эта подмена понятия. Мне все равно кто что будет думать. Давайте мы будем говорить так, как оно есть. Американцы нас что сделали? Мы проиграли холодную войну. Теперь миллиард. Благодаря Ельцину этому. Миллиард платим в день. Платили, говорят, что они платят. Но платили. Владимир Владимирович Путин сказал, вот вам они. Правильно. Это надо было раньше делать. И здесь вот всем, кто хочет и претендует на наши земли. Понимаете в чем дело? На нашу собственность. На городскую собственность. И я думаю, что не должны на меня обижаться, во всяком случае, севастопольцы. Потому что я говорю то, что они думают и говорят на кухне. А то, что будут обо мне думать чиновники, мне вот ровным счетом, понимаете. Я ровно на них дышу, так как они дышат. Но если мы ровно на них дышим, да, и мы к ним имеем претензии согласно их нарушений, нарушения закона Уголовного кодекса и всех остальных законов, мы это великолепно знаем, то они к нам с вами имеют претензии за то, что мы им просто мешаем наслаждаться жизнью. Мы мешаем губернатору наслаждаться жизнью. Это уже отдельная тема для разговора. Но, во-первых, я считаю, что на площади восставших не должно быть никакой миноры, никаких свечей. Ребята, это ваш праздник. Мы не претендуем. Вы имеете право на этот праздник. А что вы нам гадите? Что вы нам гадите? У нас отношение, у большинства населения, вы знаете, какое отношение к евреям, к этой национальности. Сейчас идет израильско-палестинский конфликт. Мы видим, что там Израиль творит. Я очень негативно к этому отношусь. Понимаете? Россия, Украина, мы сводим порядок. Нас тут весь мир против нас, весь мир ополчился. А они ничего там, все нормально. То, что там полумирным гражданам бахают, стреляют, взрывают, то это ничего. Поэтому здесь культура русская. Севастополь, русский город. Ребята, если вы хотите праздник отметить, не вопрос. Нам еще не хватало танцев сейчас в центре города. Вот эти вот, как показывают в Умане, да, как они, что они творят. Давайте еще дадим им добро пройти. Или ЛГБТшникам дадим сейчас пройти по центру города. Гей-парад устроим. Что такое нафиг? В комментариях сейчас будут писать, что я опять на эмоции вышел. Ребята, а как это без эмоций обсуждать эти вопросы? Когда нам плюют в душу, нас оскорбляют и унижают. Хотите? Спросите у нас. Что население? Не у Бен-Али спрашивайте. Бен-Али это один голос в Севастополе. Есть жители Севастополя, более 600 тысяч населения. Это прописанных, которые живут. Ну, там дети, я не знаю, там соотношение гендерное, да, как говорится. Хотя гендер сегодня уже как мужчина-женщина и все остальное, да. А когда гендер говорит, что уже начинаешь что думать, да, уже сразу это, половые признаки эти, извращенные. Видите, вот тоже те же самые понятия. Начали за минору, перешли к геям, да, к этим КГБД. Но просто я все-таки хотел закончить, что на площади восставших, она как бы высокая точка, в моем понимании. Я, конечно, не могу так официально заявлять, что это самая высокая точка в городе Севастополе. Я считаю, там должна стоять веха, 7-метровая, и развиваться красное знамя победы. Победы над фашизмом. Добра над злом. Добра над злом, да. Думаю, что все-таки надо поставить где-то памятник нашим детям-партизанам, потому что наши дети, видя все, что происходит, ну, конечно, дерьмо, вот этот весь негатив, они становятся такими, такими же. Поэтому нужно заниматься еще и детьми. И пусть на меня евреи не обижаются. Здесь не то, что я их ненавижу или там я придираюсь. Я сказал то, что я думаю. Я считаю, что, ребята, вы не правы. Мы говорим о законе. Вы переходите все грани, в моем понимании. Вы перешли красную линию, как мне сказали при обыске. Я перешел с вами, Павел Евгеньевич, красную линию. Стали давить на губернатора города Севастополя, чтобы он публично поддержал президента ВСЛО. Вот мы этим перешли красную линию. Но я не считаю, что мы перешли красную линию тем, что мы требовали от него поддержки, как Сергей Аксенов поддержал уже публично президента. А наш все воюет с французами, чтобы войны в голове не было. Мы лучше на колени будем вставать, мы лучше будем все отдавать. Понимаете, здесь нет ничего личного. Вы оскорбляете своими действиями Севастополя. Севастопольца. И более того, вы оскорбляете память русского и советского народов. Как советский. Советский-русский. Пройдет время какое-то. Я думаю, будут даны оценки этому всему происходящему. Пока люди живы, я думаю, должен быть суд народа. Чтобы это было не после того, как Хрущев облагал Сталина. И народ не смог его защитить. Кстати, 18 декабря был день рождения Сталина. И, кстати, надо сказать, что ни один канал, я имею в виду центральный, не оповестил эти события. Полная тишина. Павел Евгеньевич, вот еще хотел обратить внимание. Поймаете, что я вообще считаю, что у нас не должно быть публичных каких-то по национальным признакам. Вот это вот у них там по этот раз и поставили. У нас должен быть публично праздник один. Для всех национальностей, для всех народов, проживающих в Севастополе. А здесь в центре, я что, на еврея похож, что ли? Я что, в Еврейской Атономной Республике живу или в Израиле? Я живу в Севастополе. Это говорит о том, что придя в наш город, любой, кто приходит, не должен приходить сюда со своим уставом. Устав один, а они в наш устав Севастополя, это лично мое мнение, не вписываются в своим этим. Есть синагога, пожалуйста. Хотя там что там было? Хаббат раньше написано, да? Или что там? Я считаю, я не знаю. Я знаю, что господин Вульф, он в общем-то традиционный у него иудаизм. И в общем-то они считают, что синагогу они как бы имеют право иметь, потому что есть меньшинство, им дали это официальное разрешение еще во времена Украины. Они получили это разрешение, построили, ну, занимаются. Если они не хотят, чтобы возбуждалось население и поднимался народ, пусть себя скромно ведут. Пусть не мешают. Ну, вполне логично, вполне логично. Я считаю, что это вызов. И не я нагнетаю ситуацию. Это сейчас команда губернатора будет там кричать, травить будут на нас с вами сейчас спецслужбы определенного рода или определенного характера. Но я скажу, что именно провокаторы и возбудители спокойствия, это именно правительство Севастополя. Это они своими действиями, своими поступками провоцируют нас с вами. Вы бы смотрели, заглотят или не заглотят. Понимаете смысл? Промолчат или не промолчат. Спасибо, Сергей Анатольевич. Спасибо. Не надо нам мнение ваше говорить. Если захотите, пишите. Я вот и опередил вас. Не надо, да. Пишите ваше мнение, очень даже интересно. Я вам скажу, кто будет писать. Будут писать боты, боты и тролли, которые будут там на языке. Так, конечно, все равно у них ники, можно по никам понять, кто пишет. Так я же говорю, мы тролли и видно, что ты заходишь, он пишет, там заходишь к нему на этот, а там нету. Только открыл и пишет всякую ерунду. Спасибо. Мы же не дураки. Спасибо, Сергей Анатольевич. Спасибо, наши дорогие зрители. Всем хорошего дня. Спасибо, Сергей Анатольевич. Спасибо. Не надо нам мнение ваше говорить. Если захотите, пишите. Я вот и опередил вас. Не надо, да. Пишите ваше мнение, очень даже интересно. Я вам скажу, кто будет писать. Будут писать боты, боты и тролли, которые будут там на языке. Так, конечно, все равно у них ники, можно по никам понять, кто пишет. Так, я же говорю, мы же тролли и видно, что ты заходишь, он пишет, там заходишь к нему на этот, а там нету. Только открыл и пишет всякую ерунду. Спасибо. Мы же не дураки. Спасибо, Сергей Анатольевич. Спасибо, наши дорогие зрители. Всем хорошего дня. И гимна Россия и Роснажаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Я бы поднять. Я бы можно на путь. И все, вот это путь. Это уже не путь. Это больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев, никто ж не спорит.